Продолжение вечера Буду немножко отвлекаться, ладно? Да без проблем Камеру не было У нас Девушке отдадите Чтоб скины не было У нас новый канал Поэтому, в общем, конечно же Вопросы Как вы относитесь к главному каналу? Стали очень хорошо относитесь Я же в Анкулере был А я думаю, что он проиграл В Анкулере не было Не, не, никак Ты заводишь Нет, проигрываем нормально Плохо, что проигрываем Но на самом деле, Евгений, часто верим Когда, вернее, у вас формировался характер Победителя Ну, мне кажется С самого детства должно формироваться Когда ты уже Первый турнир, у тебя первые Какие-то игры уже происходят Я думаю, ну Это сразу видно С детства И когда мы во дворе играли Я помню, никогда не хотел проигрывать Когда мы Играли в хоккей Я даже бывал, что после игры плакал Поэтому, мне кажется Характер у меня сформировался очень давно Может Ну, лет 10, наверное Мне, Сергей Петрович Когда я приезжал в Магнитогорск Он говорил, что Растет такой парень, в общем Который Гораздо талантливее своего брата Хотя На год моложе Вы же Да, мы вместе тренировались Вот как я Да, я был моложе на год Ну, так было удобно Потому что Родить надо было В одно время Мы ходили в одну школу В одну секцию Поэтому Мне это очень помогло Потому что Я Рос и тренировался С ребятами Которые были у меня взрослее Сильнее, можно сказать Это опять же Формировало мой характер И когда ты Тренируешься И играешь с ребятами На год старше Которые у тебя Сильнее, мощнее Это тебе Придаёт Уверенность Когда ты их обыграешь Как изменил ваш Ваш характер Может быть И вашу карьеру Переезд В Национальную хоккейную лигу 10 лет назад Мне кажется Я стал более профессиональным Потому что Я увидел Немножко хоккей И немножко Спорт Вообще С другой стороны Более профессиональный А Как бы то ни говорил Но всё равно В Америке Спорт Это Ну я не знаю Это очень популярный Вообще Любой спорт Он популярен В Америке И там очень много И Много времени И много Внимания Уделяют спорту Начиная со школ Начиная Я не знаю С колледжев И особенно профессионалы Когда у тебя Пример Перед глазами Профессионалы Которые Каждый день Следят за питанием Много специалистов Кому можно Обратиться В России К сожалению На тот момент Этого не было И я очень много информации Подчеркнул Как можно Улучшить себя Как можно сделать Свою здоровье Лучше Но тем не менее За базовую подготовку Вы благодарны Металборгу Ну конечно Это российская школа Она научила меня Особенно Уральская Российская школа Она научила меня Советскому морской хоккею И игры К катанию Поэтому здесь конечно Никаких сомнений нет Я очень рад Что я Родился именно В Магнитогорске И на тот момент У нас была Одна из Да и сейчас Уральская школа Одна из сильнейших В стране И оттуда Очень много Игроков Тоже Кулемин Там В Америке играет Кудобин Мы с одного года И мы все Троем Пробили Сан-Сайл Это очень У нас хорошая команда была И мы все Стремились попасть в Сан-Сайл Можете сравнить Вот первый кубок Стэнли Питтсборд Выиграл в 2009 году Сейчас вот 2016 Как путь складывался К этому призу Ну если сравнить Наверное Все таки В этом году Путь складывался Немножко Прочим Если так можно сказать Игры складывались Полегче Помню Прошлый финал 2005 с Детройтом Мы начали Ну с поражением Вообще 2-0 проиграли в серии Против Детройта Самая сильная На тот момент Команда И Для нас Каждая игра Была Как на вес золота В этом году Мы Сразу Повели 2-0 И у нас Складывалась игра Мы вели Каждой игре В счете И у нас Сумасшедшая уверенность В себе Потому что Мы прибавляли И После двух игр Я уже Чувствовал Что мы возьмем Кубок Я был уверен На 100% А когда в 2009 Я На последней секунде Не верил Что мы можем выиграть Вот это разница Потому что Игры отличаются Команды были Немножко разные Детройт и Сан-Хосе Но В этом году Я уже После двух игр Уверен Что выиграем В 2009 У меня такой уверенности Не было Жалко Что не было В этом сезоне Рядом с вами Сережа Гончара Почему он был Просто не найду Он же Стал тренером Команды И Он так же Подождите Получит и персень И так же Кубок сняли Это Такой же Заслуженный Тренер Как и остальные Поэтому Здесь Мы вместе жили В одном доме Он жил у меня Поэтому здесь Мы Вместе выиграли То есть нынче Вы поменялись ролями Потому что в начале карьеры Вы жили у Сергея А в этот раз наоборот Да Так сложилось Вот Судьба Злодейка Но я очень рад Что встретил именно Серегу В своей жизни Он мне очень помогал Принял Себе домой В гости Можно сказать Как член семьи И опять же Очень много ценных советов дал Он настоящий профессионал Он Всегда Подходит Профессионально К любому Игре К любому делу И это Я многому научился От него Ну вот какой главный совет он дал вам Когда У вас начиналась только карьера В НХЛ Тренироваться Тренироваться Какой еще может быть совет Днем и ночью Надо тренироваться Тянуться Растягиваться Следить за питанием Здесь не обойтись Одним советом Здесь главное Следить за своим телом Наверное Потому что любой спортсмен Который хочет долго играть Должно следить за своим телом Тело у каждого человека Стареет Правильно И Если Если ты хочешь Играть как можно дольше Заниматься Любимым делом Тело следить за своим Питанием За тренировками И тогда ты можешь Проиграть как Ягар До сорока трех Четырех И он до сих пор играет И Серега Гончар Он тоже доиграл до сорока лет До сорока лет Да Это показатели Это долголетие Для хоккеистов Потому что много травм Какие-то болячки Но если ты будешь Правильно подходить Тренировкам И ко всему То ты можешь Проиграть до сорока лет Досадно Что все-таки Три олимпиады подряд В 2006 2010 2014 Наша сборная Никак не могла Выиграть Ну вот вы не могли Без этого вопроса На самое больное давить Но опять же Есть цель Будем ставить Следующую цель Выиграть Кубок мира Потом олимпиаду Есть над чем работать Есть что еще выиграть Поэтому Не останавливаемся Надеюсь Все позади Неудачи Надеюсь Еще Будет на нашей Российской земле Праздник То есть в Корее Все-таки будем настраиваться Обязательно Но сейчас главное Кубок мира Это такая же олимпиада Можно сказать Потому что сильнейшие игроки Все соберутся И он уже скоро Через буквально Три недели Уже стартует Поэтому это Один из самых важнейших Турниров В моей карьере И надо очень Ответственно К ним подойти Игроки НХЛ Проводят базовую подготовку К сезону Обычно сами Самостоятельно Где вы и когда Вы начали готовиться? Ну я в Майами Мы с семьей уехали У нас родился ребенок Мы уехали с семьей в Майами И там ко мне прилетал тренер И мы с ним немножко Потренировались А потом как обычно Я прилетел сюда В Россию И уже есть конечно Лед Где я катаюсь Уже есть Залкла Уже не один год Так готовлюсь Но опять же Сейчас я уже Через три дня Улетаю в Питер У нас будет сбор в Питере И выставочная игра Да Выставочная игра И это можно сказать Подготовка уже Кубку мира Поэтому есть еще время Потренироваться Поработать И набрать форму Мне надо бежать Держите меня пожалуйста Потому что Да